Вы слушаете канал жааш.клаб, как мясо жемчужной устрицы стало роскошным ингредиентом в Австралии. Мясо жемчужной устрицы, когда-то бывшая скромная пища дайверов, теперь стоит до 200 долларов за килограмм. Легко понять, почему перламутровая раковина когда-то была такой желанной. Смотреть на ее переливающийся перламутр, все равно, что смотреть в глаза бурлящей сверкающей бури. В течение почти столетия более 80 тысяч тонн жемчужной раковины Пинктада Максима экспортировалась из Австралии по всему миру для использования в производстве модных перламутровых пуговиц. Когда появление более дешевого и легкого в производстве пластика снизило привлекательность натурального продукта, коммерческий фокус сместился на сам гламурный и прибыльный жемчуг. Но сейчас, спустя более 140 лет с тех пор, как первые дайверы ходили по коралловым морским ДНАМ, люди в восторге от сравнительно обыденного «жемчужного» мяса. Мясо устрицы, в частности большая приводящая мышца устрицы Южного моря в форме уха, уже пользуется спросом на рынки Гонконга и Японии, где оно может стоить до 200 долларов за килограмм. И ее можно увидеть в меню некоторых из лучших ресторанов Австралии. От Бентли в Сидни, где его подают с соленым яблоком, Пахте и Юдзу Кашо, до Флау Эдрам в Мельбурне, где его аккуратно нарезают кубиками и сервируют вместе со свежим зеленым луком и спаржей. Однако корни мяса жемчужной устрицы можно проследить до крошечного прибрежного городка Брум на северо-западе Австралии. В середине 1800-х годов открытие богатых жемчужных раковин у 130-километрового пляжа вызвало приток поселенцев в Брум в стиле золотой лихорадки. Тысячи японских, китайских, малайских и филиппинских ныряльщиков спустились в крошечный, покрытый красной пылью городок вместе со старателями из Британии, Северной Америки и Европы в поисках счастья в этой интригующей, но опасной отрасли. Они построили причалы и отправились в путь на люггерах для ловли жемчуга, готовые двинуть свои носы в мангровые заросли, ручьи и каналы в поисках свежих жемчужных раковин, которые можно было бы присвоить. Фото, атлас-обскура.ком появились отели, подававшие порции Грога мультикультурным командам, ищущим утешение от ревматических болей ныряльщиков в суставах. На этих ранних стадиях добыча жемчуга была опасной и крайне нерегулируемой отраслью. Коренное население вокруг Брума было жестоко перемещено, и многие мужчины, женщины и даже дети были похищены первыми торговцами жемчугом и вынуждены нырять без снаряжения. Однако по мере развития отрасли и принятия в 1875 году закон о регулировании рыболовства Перл-Шелл состав экипажей люггеров изменился. Мужчины со всего мира приезжали искать работу на люггерах, большинство из них охотно, некоторые ради приключений и обычно в ответ на бедность своих родных деревень. Чтобы дополнить свою скудную зарплату, они собирали мясо из жемчужных раковин, сушили его из соленых люгерных балок, а затем продавали торговцам в китайском квартале Брума. Лагеря по добыче жемчуга воняли до небес, пишет историк Хью Эдвардс в своей книге «Жемчужный порт», воздух был гнилостный от запаха гниющих моллюсков, и когда кто-то помешивал свою катку поги, горшки, в которых варили старую раковину, чтобы выпустить жемчуг, скрывающийся внутри, даже закоренелые местные жители деликатно шли навстречу ветру. Так как же жемчужное мясо превратилось из пищи для дайверов в ингредиент, который имеет такие же цены, как и белые трюфели и говядина вагю. Повара осознают возможности, которые дает мясо устриц, говорит фермер, выращивающий жемчуг, и морской биолог Джеймс Браун. Браун управляет жемчужной фермой в заливе Сайгнет, отдаленном городке примерно в 200 километрах к северу от Брума, и продает мясо оптом через свою компанию Пирлы Суэф Австралия, это необычный продукт, уникальный по вкусовым характеристикам и текстуре, а также авиан давней интригой и романтикой, связанных с производством жемчуга. Но самое главное, это редкий ингредиент. Браун отмечает, что Австралия производит всего несколько тонн мяса жемчужных устриц в год. Если ресторан захочет его использовать, ему очень повезет, если он сможет его заполучить. Людям это нравится, это создает спрос. Фото, атлас обскура.ком продукт редкий, потому что его производство, как поиски жемчуга, это урок искусства терпения. Устрица, выращенная на ферме, нуждается в тщательном уходе от личиночной стадии до момента, когда она «засеяна», то есть, когда небольшой раздражитель попадает внутрь устрицы, вызывая медленное образование вокруг нее защитного перламутра, а затем производит жемчужину. Это может длиться от 7 до 2. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.